У меня всегда был вопрос, сколько нужно было перебить медведей в Британии, чтобы одеть британскую пехоту в медвежий шаг. И вот минцы перестроились и возвращаются вновь на помощь игерям. В это же время шотландцы и пехотные части Британии стреляют по своим оппонентам, выкружатся напротив. В этот момент русские пехотинцы, которые у нас самые северные шеренги, заряжают свои оружия. Наступление же происходит только у французов и британцев. Они начинают выдавливать русскую пехоту занятых импозиций. Все это так реально и происходило. Никто никуда не спешил. Все по команде. И в ответ шеренга Минсон. Вот он взводный залп по неприятелю. Напоминаю вас, убойная сила глоботворных ружей едва превышала 100 метров. Залп французов. Особенно активно начинают двигаться британцы, которые дальше от нас, от трибун. 42-й Балек Лодж. Черные глаза. 93-й толк горцев Сазарленда. Жилописный. В юбках. Вот, надо сейчас позаботиться нам, наверное, с тишением огня. На поле пыжа загорелся у нас трава. Сейчас выбегут траборы французские артиллеристы. И тут же крымский МЧСник даст лопаты. Лопата большая. Мы надеемся... Это даже не лопата, а бухобойка. Сейчас он героически совершит подвиг и получит орден знака почетного легиона. Вот, видите, как оперативно работают наши МЧС. В украинское время шланги у машин были дырявые. Тут у нас... Да, поаплодируем нашему офицеру. Даже двум. Но под шумок, пока был пожар, придвинулась к нам французская пехота. Вообще вплотную, вместе с британской. То есть они отвлекли русских пехотинцев, сделав пожар. За это время прокрались. Артиллерия сейчас должна перемещаться. Так, зал уже серьезный. Порядка, мы можем с вами видеть, как минимум 30 человек. А представьте себе, стреляла сразу 3000. И не одно или два орудия, а сто орудий. Такое ощущение, что французцы больше патронов. Не чаще стреляют. Так, Минский полк начинает смещаться к егерям. Спокойным шагом в ногу. По-моему, у нас уже наступает момент, когда не исключены столкновения непосредственно в штыки. Это самая страшная фаза боя, когда человек действует не по разуму, а по инстинктам. В зависимости от обученности. Звучит музыка. Только здесь страшно, самое-то не побольше. Так, ну-ка, пошли. Вот, вот, вертался через береги. Они раненые были. КОММЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.